Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В перспективах развития лесной отрасли Гроднищины Лицкий лесхоз принимал областной семинар-совещание. В сочный март в разгаре, в Лицком лесхозе идет активная заготовка березового сока. Понять, помочь и направить, как Центр занятости населения помогает трудоустроиться литчанам. Развивая торгово-экономические связи, именно с такой миссией сегодня Лицкий регион посетили генеральный консул Российской Федерации в Гродно Феодосий Владышевский и консул-советник генконсульства Павел Морозов. Сразу по приезду гостей в Лицком райисполкоме прошла встреча с руководителем района. Сергей Ложищник рассказал об экономических и социальных достижениях региона, его промышленном потенциале и подтвердил заинтересованность местного бизнеса расширять торговые связи с российскими партнерами. На этот раз в программе рабочей поездки посещение двух промышленных флагманов завода «Лицкое пиво» и стеклозавода «Неман» в Березовке. Вместе с тем Сергей Ложищник на перспективу предложил ознакомиться с возможностями и других предприятий, чтобы выстроить взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах. Генконсул Феодосий Владышевский в свою очередь высказал серьезный интерес к товарам белорусского производства, с которыми, по его словам, в России хорошо знакомы и ценят за стабильное качество. Российская Федерация активно развивает связи с Белоруссией в рамках союзного государства и в рамках двусторонних региональных взаимодействий. В настоящее время основной приоритет уделяется экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Мы активно работаем по Гродненской области. И, конечно, Лицкий район также является одним из центров внимания наших бизнесменов. И, конечно, мы знаем, что Лицкий район очень промышленно развитый. Надеемся найти связи и контакты для взаимодействия с Российской Федерацией. Белорусские продукты очень активно представлены на российском рынке. Практически в любом магазине можно встретить лицкий квас, лицкое пиво. Я рассчитываю на то, что ассортимент лицких продуктов будет расширен на российских прилавках. Сохранить и приумножить природное богатство в агрогородке Жермун и Вороновского района прошло выездное совещание по вопросу качества воспроизводства лесов Гродненской области. Работу семинара возглавил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун. Главная цель такой встречи – обмен опытом между всеми лесными хозяйствами Гродненщины для повышения эффективности работы лесной отрасли. В программу форума вошло также ознакомление с деятельностью лесного питомника Лицкого лесхоза, его материально-техническим оснащением. Всегда была первостепенная и самая главная задача – это качественное воспроизводство лесов, потому что те участки, которые мы сегодня проходим плановыми рубками, и та проблема, с которой мы столкнулись массовое усыхание ельников, она в первую очередь коснулась именно Гродненской земли. Сегодня нам надо на этих участках своевременно и быстро высадить новые леса. Поэтому основная цель – это вырастить качественный посадочный материал и в течение максимально короткого времени восстановить леса на этих вырубленных участках. Лицкий лесхоз характерен тем, что на сегодняшний день здесь основной вид деятельности – это именно ведение лесного хозяйства. Сегодня в целом по отрасли стоит задача обеспечить стопроцентное орошение питомников, это имеется в виду полив, поскольку до настоящего времени эта проблема не была решена. А что же касается в целом Лицкого лесхоза, то он, как и другие, столкнулся с проблемой усыхающих ельников. И, соответственно, сегодня на него, помимо того, чтобы своевременно вырубить эти ельники, также добавилась еще проблема в течение трех лет обеспечить лесовосстановление на этих участках. Я думаю, что команда Лицкого лесхоза с этой задачей справится. Для того, чтобы это было более эффективно, сегодня мы поставим конкретно определенную задачу. Тем более, что у нас 23 марта начинается акция «Одновим лес и разом». Поэтому всех желающих, пользуясь случаем, лещан, приглашаю принять участие жителей Вороновского района в этой акции, приступить к посадке леса вместе с нашими профессионалами. Каждый сможет внести частичку восстановления лесов как Лицкого, так и Вороновского района. 27 марта с 15 до 16 часов председатель Алицкого располкома Сергей Ложичник проведет выездной личный прием граждан в Гончарском сельском исполнительном комитете по адресу улица Школьная 1. Предварительная запись на прием будет осуществляться 21 марта с 9 до 12 часов по телефону 53 40 30. В сезон березового сока открыт Вороновское и Жермудское лесничества Алицкого лесхоза заготавливают этот природный напиток в больших объемах для реализации предприятием страны. Остальные шесть лесничеств ведут работы по заготовке сока для населения. Специалисты отмечают, что сбор весеннего напитка в этом сезоне стартовал раньше обычного на три недели. Связано это с благоприятными погодными условиями. Ранее весна поспособствовала сокодвижению. В лес за березовым соком отправилась и моя коллега Вероника Левдорович. Этот участок бердовского лесничества у деревни Верхлида уже не первый год используется для заготовки березового сока. Все деревья здесь отвечают главным требованиям. Березы спелые и в течение пяти лет подлежат вырубке. В нынешнем сезоне здесь подсочено порядка 160 деревьев. Первый сок стали получать неделю назад. При благоприятных погодных условиях за день с одного дерева можно получить порядка 20 литров сока. Дерево берется не менее 20 сантиметров. То есть уже меньше нельзя подсачивать, может загибнуть дерево. А так больше 20 сантиметров в диаметре если. Ну и подсачивается. Если дерево 20 сантиметров в диаметре, один мешок можно ставить. А если уже 32 сантиметра или что, то уже на одном дереве можно два мешка ставить. Сколько березы даст сока, все зависит от погодных условий. Будет погода хорошая, ну может там литров 300-400 с одной березы собрать сока. За промежуток 2-3 недели, допустим, где-то так примерно. Если погода морозная, ну немножко меньше. Для всех желающих березовый сок реализуют прямо здесь, на месте заготовки. В таком случае цена за литр составляет 26 копеек. Кстати, цены сохранились на уровне прошлогодних. Сок только в лесу приобретает и Петр Ваткевич вместе с супругой. Почти каждый год они приезжают в одно из лесничеств Литского лесхоза за весенним напитком. Говорят, в этом году, как и в прежнее место для сбора, выбрано хорошее. Да и находится лесосека недалеко от города. Здесь покупаем, видим, что качественный сок. Ну, литров 100-150 мы закупаем. Для тех, кто не желает ехать в лес за природным напитком, есть альтернатива. Приобрести его можно на торговых площадках Литского лесхоза. В таком случае литр сока будет стоить 36 копеек. Как показывает практика, желающих купить березовый сок в городе немало. Ну, пробовала, ела. Ну, пила, то есть. Раньше пила, так что мне нравится. Вот и расшила снова купить. Время нет спускать. Только поэтому. Вот на ту поликлинику, ту угронную надо ехать. Поэтому сок я возьму и близко, дома, рядом. Вот поэтому для себя 6 литров только. Он полезный, свойства там много, достаточно. У меня дети очень любят его. В последующих годах у меня папа набирал сок, ездил в лес. Ну, а по состоянию здоровья он не может теперь сесть за руль. И покупаем здесь. Поехать в лес дороже. То есть надо заправить машину, выехать. А мне взять 5 литров сока, ехал мимо, смотрю очередь, подошел, спросил. Вот, взял 5 литров, поехал домой. Как и каждый год, законом предоставляется возможность заготовить сок самостоятельно. В таком случае платить не придется. Но делать это можно лишь по правилам. Для начала следует обратиться в ближайшее лесничество. Там расскажут, заготовка должна производиться в специально отведенных местах. Здесь же проведут краткий инструктаж и расскажут о технологии заготовки. Главное – не навредить дереву. Если люди, получив разрешение на самостоятельную подсочку дерева, то им в лесничествах, в лесхозах объясняют все нюансы, как нужно правильно все сделать. Либо если человек подсочит неверно дерево, оно просто загинет. Те, кто отправляется в лес за полезным напитком незаконно, смогут получить лишь наказание рублем. Здесь стоит задуматься, стоит ли шкурка выделки. Ведь цены на березовый сок доступные. Контроль ведется в основном при помощи камер фото-видеофиксации, так называемых фотоловушек, которые вывешиваются в местах наиболее часто, где происходят нарушения. Либо вывешиваются уже в местах, где выявлено нарушение, но не установлен нарушитель. В случае, когда мы обнаруживаем такие места, где подсочка не должна проводиться, но там заподсочены деревья часто вывешиваются камеры фото-видеофиксации, фотоловушки. Ну и потом уже по мере их срабатывания, то есть они фиксируют человека, который снимает, заготавливают подсочку, автомобиль на котором проводится вывоз сока. И после этого начинается административный процесс, устанавливается личность человека. Ну и, естественно, штраф получается до 20 базовых величин за сам факт подсочки. Кроме того, предусмотрено еще возмещение вреда за каждый литр заготовленного сока. В Лицком лесхозе уверяют, весеннего напитка хватит всем. В этом сезоне в регионе планируют заготовить порядка 300 тонн березового сока. Около 50 тонн будет реализовано населению. Остальная часть отправится на переработку на предприятия республики. Работа для каждого с начала года в Центр занятости населения Лицкого района обратилась порядка 400 человек, из них около 70% в статусе безработного. Поиск работы и трудоустройства занимает приблизительно месяц. Некоторые сразу отправляются на профессиональную подготовку, либо переподготовку. Как решаются вопросы трудоустройства незанятых граждан, на какие вакансии претендуют безработные, и как складывается судьба тех, кому помогла служба занятости, расскажет Елизавета Черепович. Найти работу – задача со звездочкой, но пытаться всегда стоит, и помочь в этом может служба занятости. Только в течение прошлого года благодаря организации трудоустроились более 2000 человек. Все они прошли простой алгоритм постановки на учет. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения лично, предоставить необходимый перечень документов и получить статус безработного. К Центр занятости могут обратиться все желающие найти себе работу. Как граждане, которые и находятся в настоящее время в статусе безработного, то есть не имеют работы, ищут ее активно, так и граждане, которые хотят передтуда устроиться. К слову сказать, в настоящее время от организации расположенности трудоустроительского района в службу занятости подано порядка 1700 вакансий, то есть по различным сферам деятельности и по различным специальностям и профессиям. Самые востребованные вакансии – это вакансии, относящиеся к сфере строительного комплекса, сельского хозяйства, а также социальной сферы. Пока человек ищет работу, ему выплачивается пособие. Зависит оно от трудового стажа, заработной платы на предыдущем месте работы и даты увольнения. Кроме поиска работы, Центр занятости предлагает переобучение. Специалист, оставшийся без работы, может не только повысить свою квалификацию, но и полностью сменить профиль деятельности. Этот процесс стараются сделать удобным, легким и быстрым. Меньше чем за полгода можно освоить востребованную на рынке труда профессию. В соответствии с мероприятиями, которые мы реализуем в рамках государственной программы, мы имеем возможность оказать содействие в переобучении граждан, которые либо не имеют профессии, либо желают ее сменить. Переобучение мы в основном проводим на базе наших учебных заведений, расположенных в Лицком районе, а также и на базе учебных заведений в Грунгинской области. В основном это профессии, скажем так, сферы услуг, торговля и строительные специальности. То есть то, что имеется возможность переобучить у нас на базе учебных заведений. Такой возможностью полгода назад воспользовалась личанка Евгения Смоленчук. В 2016 году девушка окончила колледж по специальности продавец швея, но так и не смогла найти подходящую работу. Решила, пора менять профессию. По направлению службы занятости она прошла курсы переобучения и сейчас виртуозно владеет кухонными инструментами. Я много лет работала продавцом, по специальности я продавец швея. Потом я поняла, что это не по мне, не моя специальность и хочу быть поваром. Отучилась в Лицской службе занятости, пошла на практику в Биксмак наш Лицкий. Мне очень понравилось здесь готовить. Предложили остаться здесь работать. Мне очень понравилось это предложение. Я подписала контракт с Биксмак и сейчас тут работаю уже полгода. С нуля освоила новую для себя профессию и Татьяна Куликовская. В службу занятости она пришла с конкретным запросом. Хотела стать поваром. После курсов девушка проходила практику в организации общепита, где и продолжает работать по сей день. Мне здесь очень нравится. Коллектив у нас самый лучший, директор у нас самый-самый лучший. И стараюсь дальше, хочу работать дальше, дальше. Тоже как-то работала до этого я продавцом. Но мне эта профессия сразу не понравилась, даже когда я пошла учиться. Но поваром я хотела очень давно стать. Вот решила пойти отучиться. Начать свой бизнес и заниматься любимым делом для многих лишь мечта. Ведь одного лишь желания недостаточно. Необходима предпринимательская жилка. А еще у будущего бизнесмена должно быть четкое представление о перспективах своего проекта и, конечно, стартовый капитал. И вот здесь подставить плечо начинающему предпринимателю может государство. Получить субсидию для открытия бизнеса может каждый. Такую финансовую поддержку безработным гражданам, достигшим 18-летнего возраста, для организации предпринимательской или ремесленной деятельности, а также для деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, предоставляет Управление по труду, занятости и социальной защите. Открыть собственное дело помогли и маме троих детей Марине Лянга. Она давно планировала работать на себя, иметь возможность самостоятельно выстраивать график и заниматься воспитанием детей. За помощью в достижении своей цели Марина обратилась в службу занятости. Решили поменять в своей жизни что-то, работать на себя. Муж занялся финансовыми вопросами, а я – юридическими. Имея опыт в пищевой промышленности, но не имея опыта предпринимательской деятельности, я начала искать курсы по предпринимательской деятельности. Просматривая курсы в интернете, я нашла, что Центр занятости направляет на бесплатные курсы в Гродно по предпринимательской деятельности, оплачивает проживание и проезд. Кроме этого, дает возможность на получение безвозмездной субсидии. Отдельное спасибо коллективу Центра занятости за терпение, за консультации, которые проводились. И хочется сказать тем, кто хочет попробовать, пробуйте, обращайтесь, вам помогут в центры занятости. В поиске работы, как говорится, все средства хороши. Если трудоустроиться самостоятельно не удается, всегда можно обратиться в службу занятости по адресу улица Советская, 31. Трехлетняя жительница Гродная Вероника Хылковская нуждается в помощи. У девочки спинальная мышечная атрофия третьего типа. Остановить болезнь может препарат Золгинсма, стоимость которого составляет почти 2 миллиона долларов. Осталось собрать менее 5% от суммы. Помочь Веронике Хылковской можно, пополнив баланс номера МТС 8 033 99 10 929. Другие реквизиты и подробную информацию ищите в инстаграм-аккаунте. Сегодня в Лиде музыкальный колледж принял 10-й республиканский открытый конкурс имени Иосифа Женовича. Это третий отборочный этап масштабного форума. Он собрал порядка 90 участников со всех уголков Гродненской области. Возраст юных исполнителей от 6 до 16 лет. Участие принимают не только воспитанники школ искусств, но и студенты профильных учреждений образования. Отличие этого музыкального конкурса участники играют на народных инструментах. Это дом, романдолина, цимбалы, балалайка и баян. По оценкам жюри, конкурсанты показали высокий уровень подготовки. В настоящее время мы прослушали три группы гитарных. Это младшая группа 8 человек, средняя группа 8 человек и старшая группа 3 человека. Уровень дети показали довольно высокий, но, к сожалению, мы должны отбирать очень строго. Здесь участвует вся республика, и поэтому пришлось отобрать 4 человека. В номинации младшей группы мы пока решили, чтобы дети все-таки еще немножко поучились и чуть попозже. В номинации средней группы мы впустили троих человек, в номинации старшая группа одного. Лицкий колледж традиционно становится площадкой проведения музыкальных форумов. Напомним, на прошлой неделе здесь прошел очередной этап областного конкурса имени Горского. К слову, подобные фестивали одни из самых престижных в стране. Они открывают новые таланты на творческом Олимпе и вместе с тем популяризуют среди детей игру на музыкальных инструментах. Республиканский открытый конкурс «Выконавцы на народных инструментах» и «Управление культуры Гродницкого областного конкурса». Вельми символично, что в этой творчеим прессе мы ушановываем память нашего славутого «Дейша культуры и мастерства», который является створальником школы игры на белорусских цимбалах, организатором национального академического оркестра белорусских народных инструментов, засновальником кафедры струнных народных инструментов Белорусской державной академии музыки, народным артистом БССР, СССР Иосифа Иосифовича Женовича. У меня все новости к этому часу. Эфирные материалы также доступны на YouTube-канале Лида ТВ и информационных ресурсах Лида Медиа Компании. Также быть в курсе свежих новостей и последних событий вы сможете, оформив подписку на Лидскую газету, только оперативная и достоверная информация о жизни региона. Я же с вами прощаюсь. До встречи завтра в это же время на Лида ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин